Лазарев сделал важное заявление о поездке на Евровидение в третий раз в конкурсе популярной песни Евровидения. Россия участвует с 1994 года. В 2008 году со второй попытки Дима Билана держал там победу. Сергей Лазарев пел на смотре европейской попсы дважды, но оба раза был третий. Намерен ли он взять реванш и все-таки привезти к главной трофею Евросонда. Об этом корреспондент Дни, Ру, спросил певца за кулисами российской национальной премии Виктория в Кремле. Я еще могу удивить, мне есть что показать. У меня много качеств, в том числе и музыкальных, которые я, может быть, на конкурсах в 2016 и 2019 годах не продемонстрировал. Улыбнулся Сергей. Не исключаю возможности поехать на Евровидение. Еще раз, но заявляю со всей ответственностью, это точно случится мне в 2020 году. Популярного певца можно понять. Он задумал новое грандиозное шоу, премьера которого намечена на весну 2021. Сейчас артист намерен сосредоточиться на подготовке и записи музыкального материала. Он привык не только удивлять, но и быть законодателем стиля, звучание. В будущем году выбором, подготовкой участника и трансляции конкурса займется первый канал. Имя артиста и песню нужно назвать до конца марта. Пока ходят слухи, что представлять Россию могут Александр Фанайотов, Ольга Бузова или Зива. На мой взгляд, должно ехать какое-то новое имя, новый артист. Отметил Лазарев. Выделять кого-то сейчас я бы не хотел, чтобы меня не обвинили потом в пристрастности. Рассказал певец и о собственных музыкальных предпочтениях. Сейчас на сцене много случайных людей, но время расставит все на свои места, уверен Сергей Лазарев. Лично мне нравится Зива. Ее песня лайф, что называется, взошла. А вот совсем молодые исполнители типа Тимы Белорусских. Не совсем мое. Но я понимаю, что есть аудитория, которая его слушает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Шнуров о ребенке от молодой жены. Вот наша жизнь. Седокова сделала важное заявление. Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала. Жену и детей Джигурды пытались убить во Франции. Зеленский пошел на попятную перед встречей с Путиным. И многое другое. Редактор субтитров А.Семкин